Всем здравствуйте, меня зовут Антон Фарб, я инструктор по самообороне и сегодня поговорю с вами о личной безопасности. Предупреждаю, эта презентация рассчитана на полтора часа, я постараюсь уложить ее за 15 минут. Насколько это реально? Ну, попробуем. Что на экране? Просыпайтесь, понятно, что вы устали. Что вы видите? Еще раз? Практически, это амеба, простейшее животное существующее. Что ее окружает? Итак, вспоминаем, школьный курс биологии. Плазматическая мембрана защищает богатые внутренние миры амеба от внешней агрессивной среды. Каждое живое существо на планете Земля имеет функцию защиты себя. Иногда это защита пассивная, просто панцирь, фиг прокусишь. Иногда активная, попробуй только дотронься. Иногда это агрессивная, когти и клыки. Что есть у человека? Панцирь, шипы, иглы, клыки, когти, мозги. И главная защита человека – это навыки самозащиты. Когда нельзя убежать, надо защищать себя. Я искренне считаю, что эти навыки для человека самые важные. Вы можете построить себе эко-дом, вы можете купить себе супер-гаджет, вы можете обзавестись любыми инновациями. Если в вашу жизнь и здоровье может забрать любой дебил, навык самозащиты для вас самый главный. Без него все остальные навыки не имеют никакой цены. Вы же ставите дома железную дверь, вы ставите решетки на окна. Почему вы не защищаете себя? Главная цель самообороны, я часто путаю с рукопашным боем, с боевыми искусствами и так далее. Главная цель самообороны – это не победить, не сесть в тюрьму, не попасть в больницу и не погибнуть. Главная цель того, чем мы занимаемся – прийти домой живым и здоровым. Самооборона начинается задолго до того, как приходится применять какие-нибудь средства самообороны, оружие, приемы рукопашного боя. Самооборона ставит одну цель – прийти домой живым и здоровым. У нас есть всего две угрозы, с которыми можно столкнуться. Это спонтанный конфликт. Все вы хоть раз в жизни попадали в него, а многие и не раз. Либо спланированное нападение. Они отличаются. Они отличаются, как эти две картинки. Спонтанный конфликт – это человек, который защищает или думает, что защищает свою честь и достоинство. Спланированное нападение – это человек, который выбрал вас как жертву. Спонтанный конфликт – это ритуальный поединок. Задача любой ссоры, любого конфликта – это всегда доминирование. Задача спонтанных конфликтов на основе личной неприязни – это выстраивание иерархии. Самцы приматов ведут себя одинаково. Всегда. Будь то две гориллы или два бойца ММА. Будь то два футболиста. Не важно, где и не важно, кто. Противостояние самцов выглядит одинаково. Оно развивается по одними и тем же правилам. Правила – это конфликт очень простые. Сначала нарушается дистанция. Наука проксемика выделяет четыре основные зоны дистанции. Публичная зона, где я сейчас нахожусь по отношению к вам. Социальная зона. Взаимодействие с незнакомыми либо малознакомыми людьми. Личная зона, там, где мы здороваемся за руку. И интимная зона. Спонтанный конфликт – всегда нарушение дистанции. Если человек ругается, вызывает на бой, но не сокращает дистанцию, развития не будет, барьер безопасности. Если человек приближается, не имея к этому веских причин, конфликт будет развиваться дальше. Желательно в свою личную зону не впускать незнакомых людей. Как только человек попал в личную зону, у вас не будет времени на реакцию на самозащиту. Следующий этап – это доминирование. Задача спонтанного конфликта – выстраивание иерархии. Заставить вас признать себя слабее его. Самый классический пример – когда два человека столкнулись на дороге. Кто-то кого-то подрезал. Выскакиваем, начинаем размахивать бейсбольными битами. Задача – доказать другому человеку, что он неправ. Спор в интернете – это тоже спонтанный конфликт. Кто-то в интернете неправ. Я трачу свое время и энергию, чтобы кому-то что-то доказать. Если противник принимает позу покорности, признает свою правоту, конфликт исчерпан. Чаще всего два умных образованных человека начинают объяснять, кто из нас больше дурак и кто тут первый начал. Это запускает механизм гораздо старше того, чем мы думаем. Об этом чуть позже. Спонтанный конфликт всегда ставится в целью захватить территорию. Потеснить, заставить уступить, заставить пересесть, перейти на другую сторону улицы, отвернуться. Я здесь главный, я доминирую, я захватываю территорию. Борьба с человеком, с которым вы лично не знакомы – это всегда борьба за территорию и за власть. Первый удар переводит конфликт из вербальной стадии в мануальную. Что важно помнить, этот переход, он необратим. Если первый удар уже произошел, вербальная стадия закончилась. Нельзя человек копнуть по яйцам и сказать, извини, давай обсудим. А первый удар означает, что дальше приходится себя защищать. Причины конфликта. Почему мы умные образованные люди по щелчку пальцев лазим в какие-то совершенно дурацкие ссоры и драки? Почему мы нарываемся на неприятности и потом думаем, боже, какой я был дурак, зачем я это сделал? У нас в ходе эволюции мозг появился не сразу. Первый появился рептильный ум. То, что отвечает за выживание. Потом лимбическая система, ее еще называют мозгом обезьяны. Неокортекс, кора головного мозга, формировалась в последнюю очередь. То, что отвечает за высшую нервную деятельность. Рептильный ум, он очень примитивный, он отвечает за три реакции. Когда мы попадаем в стрессовую ситуацию, когда нашему организму, гомеостазу, организму что-то угрожает, у нас есть три реакции. Бей, беги, изомри. На этом слайде очень хорошо видно, как это происходит в реальности. Это покушение на Кадырова в Грозном, на Кадырова-старшего. Взрыв на стадионе. Три типа людей. Вот это охранники. У них реакция, бей. Там был взрыв, просто заложенное взрывное устройство. Стрелять не в кого. Но они заряжены на то, чтобы сражаться, а не дерутся. Это люди с реакцией, беги. Они убегают. А вот этот дедушка, это не из белого солнца пустыни. Он испытывает реакцию изомри. Рядом стреляют. Был взрыв. Кто-то убегает. Он стоит и ждет, пока все закончится. К сожалению, 75% людей в стрессовой ситуации испытывают реакцию изомри. Ваши шансы впасть в ступор. Три из четырех. 75%. Когда мы попадаем в стрессовую ситуацию, неокортекс, который отвечает за надо, он выключается. Запускается лимбическая система. Задача лимбической системы, помимо всего прочего, это выстраивание иерархии в стае. Человек-животное стайное. Поэтому мы реагируем на оскорбления. Поэтому мы ведемся на провокации. Поэтому стараемся доказать кому-то, что он неправ. Для нас это важно. И эта обезьянка, которая нами рулит, она важнее. Она берет управление на себя. Все всегда сводится к выстраиванию иерархии. Но помните, что выстраивая иерархию с уличным гопником, даже доказав ему, что он неправ, в иерархии общества вы можете оказаться в тюрьме. Самый простой способ избежать этого конфликта, в него не вступать. Но это крайне тяжело сделать. Потому что когда мы слышим оскорбление о свой адрес, в разды правления берет обезьянка, и обезьянка нами рулит. Конфликтная ситуация у каждого своя. Ярость на дороге. Я еду домой, по пробкам тянусь уже четвертый час, я в тихом бешенстве. Тот человек, с которым у меня возникнет конфликт, он тоже в тихом бешенстве. И когда возникает любой триггер, любая ситуация, оно вспыхивает. Проще говоря, для конфликта нужно два дебила. Если кто-то один устраняется, конфликта не будет. Но устраниться тяжело, потому что нами рулит обезьянка. И даже мозг нам говорит, подожди, не надо. А обезьянка говорит, надо, он меня подрезал. Он был неправ, я должен доказать ему, что он неправ. Я хватаю бейсбольную биту и выскакиваю из машины. Чем это заканчивается? В больнице или тюрьмой. Помните, задача прийти домой. Люди превращаются в животных очень быстро. Для этого не надо много думать. Наоборот, небольшой уровень стресса, конфликт, захват территорий. И уже две стаи обезьян выясняют, кто из них главный. Люди, относящиеся к разным слоям общества, относят себя к разным типам поведения. У меня в свое время занимались ребята, айтишники. И сейчас занимается много айтишников. У них самая популярная кличка была Ёжик. У кого есть знакомый айтишник по кличке Ёжик? Три руки было в зале. И занимались ребята с Борщаговки, с района. У них самая популярная кличка была Кабан. У кого есть знакомый Кабан? Оцените тотемного зверька. Есть люди, которые ценят мозг, проворство и ловкость. А есть люди, которые ценят грубую силу. Есть люди, которым в детстве говорили, не дерись и уступи. А есть люди, которые говорят, дай ему порожек, узнай, кто тут главный. Когда сталкивается Ёжик с Кабаном, исход обычно не в пользу Ёжика. Но в таком конфликте Ёжик всегда пытается вести себя как Кабан. Он пытается доказать более сильному противнику, что я тут сильнее, а не я тут умнее. Потому что нами рулит обезьяна. Что с этим делать? Принцип 3D. Этого человека зовут Тони Блауэр, один из известнейших экспертов по самообороне. Он придумал принцип 3D. Детект. Пойми, что началось. Засеки начало конфликта. Деэскалейт. Погаси конфликт, если это возможно. Извинись, скажи, что я был неправ и уйди. И 3D. Защищай себя. Задача защитить себя возникает в том случае, когда вы прозевали начало конфликта и не смогли его погасить. Когда он развился и перешел из вербальной стадии в мануальную. Главная задача не быть там, где это происходит. Если у вас есть возможность просто повернуться и уйти, если вам хватает спокойствия и самообладания, взять под контроль обезьянку и уйти, это победа. Потому что задача прийти домой и жить здоровьем, а не доказать козлу, что он козел. Второй вид угроз, с которым вы столкнетесь, это спланированное нападение. Спланированное нападение, это очень просто, это охота. Здесь нет ничего личного. Здесь нет никакого конфликта, никакой иерархии. Вас рассматривают как источник неких ресурсов. Ресурсов у вас всего 3. Материальные ценности. Деньги, мобильник, часы, что угодно. Меня на всех семинарах по женской самообороне спрашивают, а что делать, если вырывают сумочку? Резко руку подняли, резко опустили, сказали, хрен с ней сумочкой. Ни одна женщина мне не ответила внятно на вопрос, что у тебя в сумочке такого, за что ты готова получить сломанный нос. Если вас грабят, фиг с ним. Спасибо, что взял деньгами. Не стоит рисковать своей жизнью и здоровью за материальные ценности. Второе, тело, сексуальное насилие, похищение. Здесь не работает принцип расслабиться, получить удовольствие. Изнасилование, психологическая травма, с которой придется жить всю жизнь. Если женщина сопротивляется, даже если у нее не получилось, у нее есть оправдание, я пыталась. Если женщина не сопротивляется, комплекс вины будет с ней всю жизнь. И третье, это жизнь, когда вас пытаются убить. Как ограбление, так и изнасилование может превратиться в попытку убийства. Когда не получилось, когда противник разозлился. Три ресурса. Деньги, тело, жизнь. Все, что интересует того, кто на вас охотится. Охота состоит из трех этапов. Первый этап. Выбор жертвы. Где вас будут выбирать? Кто-нибудь, проснитесь. Где вас будут выбирать? На улице. На максимально людной улице, где много есть жертв. Преследование, потому что на максимально людной улице нападать неудобно. И нападение. Выбор жертвы. По каким признакам выбирают жертву. Преступник заинтересован в том, чтобы сделать все быстро, тихо и без лишнего шума. Не затягивая. Соответственно, жертва будет выбираться из двух соображений. Насколько это легкая жертва и насколько это выгодная жертва. Что с него можно получить? Выбор жертвы заканчивается вот такой резолюцией. Когда резолюция принята, начинается преследование. Неудобно нападать на человека, на там, где его выбрали. Потому что это людное место, там много людей. Преследование идет ровно до того места, где нападать удобно. У места есть три критерия. Нет свидетелей. Нет камер наблюдения. И есть пути отхода. Если вы прозевали факт выбора, то есть вас выбрали и за вами уже идут, ваши шансы становятся меньше. Если вы прозевали факт преследования, за вами идут, вы не обращаете внимания, воткнули наушники в уши, втыкаем в телефончик или в другой гаджет. Ваши шансы становятся еще меньше. Если дело дошло до нападения, шансы близки к нулю. Потому что нападение это сокращение дистанции, на дистанцию удара. Выбор угла атаки. Угол атаки будет либо сбоку, а чаще всего сзади. И непосредственно удар, либо угроза. Главным фактором внезапного нападения является все та же внезапность. 90% нападений, если дошло до нападения, они удачны. Они удачны, потому что вы думали о том, что у вас дома ждет холодное пиво в холодильнике. А человек вышел с утра и подготовился. Он выбрал место, выбрал время, выбрал оружие, выбрал вас как жертву, выследил вас до этого места и напал. Вы на цепочке готовности отстаете от него на 4 шага. Если вы прозевали выбор и преследование, на стадии нападения шансов очень мало. Защитить себя будет крайне тяжело. Как этому противостоять? Самозащита всегда 3 схватки. Первая схватка с самим собой, со своей неподготовленностью. Вторая с противником. И третья с правосудием. Об этом не надо забывать. Схватка с собой начинается с вопроса «Я готов?». Готовность начинается в смысле «Это может со мной произойти?». Насим Талеб, черный лебедь. Кто не считал, крайне рекомендую ознакомиться. Он приводит замечательный пример проблемы индейки. Есть индейка, она живет в клетке, ее кормят утром и вечером. Она строит график набора мышечной массы. Ее жизнь стабильна и постоянно. С ней ничего плохого никогда не случалось. Потом наступает день благодарения. Люди пытаются не задумываться о том, что что-то плохое может с ними произойти. Весь их жизненный опыт подсказывает. Со мной никогда ничего плохого не было, значит никогда и не будет. Готовность к нападению, к экстремальной ситуации начинается с того, что вы признаете «Да, это может произойти, это может произойти со мной». Но второй фактор, который будет играть против вас, это стресс, о котором сегодня говорили. Часть мозга, которая отвечает за реакцию на стресс, то самое реакцию тревоги, миндалевидное тело. Она замкнута напрямую, но зрительный нет. Когда мы видим что-то угрожающее нашему здоровью, минуя кору головного мозга, идет сигнал на почечнике, выбрасывается адреналин. Я не буду сейчас подробно останавливаться на всех эффектах адреналина. Парасимпатическая система у нас угнетается, симпатическая ускоряется. Наше тело нас предает. Попадая в стрессовую ситуацию, в ситуацию, в которой мы никогда раньше не были, мы начинаем подводить сами себя. Хуже видим, хуже слышим. Нарушается мелкая моторика, обильное потоотделение, туннельное зрение. Самое плохое, мы хуже соображаем. В состоянии стресса кора головного мозга работает гораздо хуже. Когнитивные функции угнетаются. Подробная психология стресса Роберта Сапольского. Почитайте, лучший труд, который есть на эту тему на русском языке. Кому интересно, 16 декабря, он будет семинар с кандидатом наук, стресс-инструкция к применению. Этого человека звали Архилох, он жил в 7 веке до нашей эры. Он был поэтом, если слышали про стихотворный размер Ямб, то он его придумал. Он еще был наемником, он сказал замечательную фразу. В бою мы не поднимаемся до уровня наших ожиданий, мы опускаемся до уровня нашей тренировки. Тут возникает вопрос, что тренировать. Три фактора. Физическая форма. Не важно, сколько вы носите с собой газовых баллончиков, шокеров, пистолетов. Если вы в плохой форме, это все работать не будет. Второе. Навыки самозащиты. И третье. Первое. Доврачебная помощь. Фитнес. Это важно. Я знаю массу людей, которые тратят кучу денег на оружие, патроны, разгрузы и так далее. Их шансы умереть в бою от инфаркта выше. Драться надо уметь. Никто не будет драться за вас. Не приедут копы, не спасут, не отдавайте свою безопасность на аутсорс. Минимальные навыки самозащиты для человека так же важны, как навыки гигиены. Никто не придет на помощь. Время приезда скорой помощи при лучшем раскладе 15-20 минут. Время смерти от кровотечения артериального 30-40 секунд. Вы должны уметь оказывать помощь сами себе. Самое главное слово, которое надо запомнить. Гормезис. Если вы попадаете в стрессовую ситуацию, ваши шансы впасть в ступор 3 из 4. 75% то, о чем я говорил. Гормезис это та доза стресса, которая вас приучает к этому. Если мы не подвергаем свой организм нагрузкам, либо подвергаем очень слабым нагрузкам, мышцы атрофируются, психика атрофируется. Средние нагрузки мышцы стимулируют. Запредельные нагрузки их опять-таки угнетают. На этом принципе построено закаливание. Макая себя в прорубь, мы становимся более устойчивы к холоду. На этом принципе построен бодибилдинг, поднятие тяжести. Поднимая тяжести, за счет той самой гиперкомпенсации, мы становимся сильнее. Подвергая себя стрессу, мы становимся более стрессоустойчивыми. Тренировки важны не только потому, что делают вас сильнее и умнее, не повысить этого слова, они делают вас стрессоустойчивыми. Что носить с собой? На эту тему можно говорить бесконечно. Самое главное, выбирая для себя средства самообороны, задайте себе два вопроса. Я буду это с собой носить, и это будет лежать у меня дома, или в бардачке, или в багажнике. Первое. Оружие самообороны должно быть при вас. Второй вопрос. Я смогу это применить? Я умею этим пользоваться? Очень часто люди прибегают к магическому мышлению. Красная ниточка. Я купил, оно у меня есть, оно должно само меня защищать. Так не бывает. Любым оружием надо иметь пользу, с любым оружием надо тренироваться, будь то газовый баллончик. Если я спрашиваю женщину, что вы носите для самообороны, говорит, я ношу газовый баллончик. На просьбу достать, обычно уходит полторы-две минуты рытья в сумочке. Так не бывает. С этим надо тренироваться, извлекать и применять. Ваш противник, Рори Миллер, эксперт по самообороне, сказал замечательную фразу. Не мы выбираем, что плохое с нами произойдет. Не я выбираю, от кого я сегодня буду защищаться. Выбираю от меня. Соответственно, противник будет всегда сильнее меня. Какой ему смысл выбирать слабее? Запоминайте. Противник всегда не один, противник всегда вооружен. Так оно и будет. Какой смысл нападать на того, кто сильнее, если я безоружен? Откуда в европейской культуре взялся миф о единороге? Кто знает? Это пересказы путешественников о носороге. Вот это превратилось в вот это. К сожалению, наши представления о физическом насилии так же далеки от реальности, как миф о единороге от образа реального носорога. Насилие всегда происходит ближе, быстрее, внезапнее и сильнее, чем принято думать. Если вы посмотрите, у меня, к сожалению, нет времени, есть эти ролики, видео реальных нападений. 5-6 ударов в секунду наносит нетренированный человек, если это удары ножом. Для того, чтобы этому представить, нужна такая штука, которая называется ситуативная готовность. Без этого все ваши навыки, неважно, они будут нерабочие. Ситуативная готовность сводится к простой формуле быть здесь и сейчас. Не ходить по улицам, втыкая в телефончик, воткнув себе бананы в уши. Смотреть по сторонам, быть здесь и сейчас, воспринимать окружающую обстановку и оценивать ее. Для этого существует цветовой код Купера. Наша психика не бинарная, не черно-белая. Мы не можем быть либо собранными, либо расслабленными. Купер, отец практической стрельбы, придумал 4 цвета, 4 категории собранности. Белый цвет, я отдыхаю. Желтый, я сканирую окружающее пространство и ничего не опасаюсь, но смотрю по сторонам. Оранжевый, я увидел некую угрозу и пытаюсь понять, это угроза мне, либо это абстрактная угроза. И красный, я вступаю в бой. Когда я вступаю в бой, запускается штука под названием цикл бойда. Она же петля Норд. Все, что я делаю в бою, сводится к 4 шагам. Наблюдение, оценка ситуации, принятие решения и действия. Только я совершаю действия, ситуация меняется. Мой противник по той же самой петле бойда обязан опуститься на ступень наблюдения. Это тема отдельного семинара, я не буду сейчас об этом останавливаться подробно, вы можете почитать цикл бойда в интернете. Третья схватка у вас будет с правосудием. Надо понимать, что в нашей стране, когда вы обороняете себя, закон будет против вас. Схватка с Фемидой, без адвокатов, это тяжело. Обзаведитесь хорошим адвокатом. Это так же важно, как бы завести средства самообороны. В любом случае, вот эта фраза, она важна. Самооборона, это не тот, кто прав. Самооборона, тот, кто остался в живых. Потом докажете. Не дай вам Бог в ситуации самообороны задумываться об адвокатах или в суде. Ваша задача, в первую очередь, прийти домой живым и здоровым. Не сесть в тюрьму, вы будете решать потом. Наш инструктор Вячеслав Галов сказал замечательную фразу. Безопасность это процесс, а не результат. Задумываться о своей безопасности надо постоянно. Вы же чистите зубы по утрам, потому что это нормально. Нас приучили к этому с детства. Но при этом вы нас учили, что о безопасности будут думать кто-то другой. Никто другой о вашей безопасности думать не будет. Ваша безопасность, ваша ответственность. Чем больше сил вы прилагаете к тому, чтобы сделать свою жизнь безопасней, тем меньше вашей шансы попасть в беду. Это как тот анекдот про туристов и медведя. Помните, когда медведь лезет в палатку, и один турист говорит, надо убегать, а второй начинает шнуровать ботинки. Зачем ты шнуруешься? Медведь бегает быстрее человека. Мне надо бежать быстрее тебя. Вам надо быть менее выгодной жертвой, чем другой лох. Тогда выберут не вас. Здесь есть мои контакты. Вы можете сфотографировать этот слайд. Если кому-то интересно, я дам свою визитку. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Нет вопросов. Спасибо. Спасибо. Дуже дякую.